Вас как сюда занесло? Да так занесло. Мутный поток, много людей тонет. И мы пришли им рассказать о Боге, о страхе Божьем. Показать на эту книгу, в которой все это описано. Ну вот мы уже тут, я 78 день нахожусь. Ну находятся люди, которые слушают, желают узнать больше о душе, о вечности. Тем более сейчас приближается, через неделю Пасха будет. Есть о чем сказать? У вас, если желание, какого есть, вопросы задать, можете задать о душе, о вечности. Нет, спасибо, я для себя давно уже сегодня. Но вы можете зайти на наши ресурсы, у нас большой видеоканал есть, «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот зарядитесь. Напишите сейчас там. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Ну-ка, откроется. Ну, я, к сожалению, с телефона не смогу. Игнатий Баб. У нас очень большой ресурс. От 14 800 роликов. Все, понял вас. Ладно, спасибо. Так, а если вы поставите так, «Во свете Библии» сайт, зайдете на наш сайт. Тут еще больше. Так как мы деревню православную строим с нуля. Деревню православную. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Если надо будет... Я вам нужен буду? Зачем? В скайпе заходите. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Запишите себе по скайпу. Только, чтобы своя фотография была. Ни аватаров, никаких, ничего не было. Всего доброго вам. Всего хорошего. С Богом. Мы людям говорим о Христе. Показываем, откуда наши знания все. Что люди вот тут пакости всякие делают пакости. Здесь говорится, в огне вечером гореть они будут. Этот садом. Женщин, мужчинами тут блудодейство творят. Мы пришли сюда, чтобы предупредить их. Говори мне о чем-то. Ну, если у вас есть вопросы, говорите. Спросите, что надо. Про душу, про жизнь. Про цель жизни. Я. Да, про цель жизни. Так. Повторите, что хотели сказать. Цель жизни. Цель жизни – узнать, кто такой Бог. И через жертву Иисуса Христа получить жизнь вечную. Потому что человек – бессмертное творение. Смерти нет. Есть только переход. Из одного состояния в другое. Вот для этого есть Святая Библия. Ее надо считать. И знать закон Божий. А сейчас, через неделю, Пасха будет Христова. Пойти в Храм Божий, помолиться. Если не крещен, принять крещение. Исповедоваться, причаститься. Ладно, давай. Если у вас желание есть найти наши... С Аргентины очень много. Да. Переехавший. Да, да, да. Им особо условие здесь создано. Потому что раньше же староверов здесь очень много было. В Дальнем Востоке. Особенно в Приморском крае. Они бежали сюда. Да, да, да. Было дело, было. Сейчас-то таких гонений уже нет практически. Даже в официальной церкви не пощеряйте-то. А потом опять будут гонения. Согласно Слову Божию. На всех, притом, верующих. На всех. Официальной церкви не будет. Да. Да, это же... Вон, Европа, смотрите. Я-то... Вы в Европе не будете, конечно, наверное. Я-то в моряке, я бываю в Европе. Они храмы во что превратились сейчас. Вот Божий даром как раз им сейчас. Да. Париж, Париж устроил. Люди думают, это оттуда-сюда. Это Божий кара. За все грехи их. Потому что, представляете, католическая церковь превращает какие-то увесительные заведения, бара превращает. Представляете? Стректиз-бара. Это немыслимо. Немыслимо. Особенно вон... Я сам не видел, но со мной люди работают, которые были. Например, в севере Франции, Голландии. Даже протестантские эти... Костелы превращены сейчас. Черт не знает во что. Потому что за содержание-то надо деньги платить. Представляете? Сами священнослужители отдают аренду. Черт не знает кому. Лишь бы остался здание. Ну, дело-то... В Германию ходил. В Бремен-Харвене из трех этих существующих этих работает только один. А два как полумузей. Пятая глава «Деяния апостолов» говорит, что первые апостолы с учениками ежедневно собирались по домам. Никаких храмов не было. Нет, понятно. Но при существующих храмах, богогольством-то не надо заниматься. Правильно? Написано, что из посторонних, 5-13, говорит, никто не смел пристать. А сейчас туда-сюда ходят чужие, никого не смотришь. Обмерщение полное. Да, да, да. И везде все деньги, деньги, деньги. Господь назначил священству десятину отдавать, и чтобы никакой торговли не было. А кого с бабки-то возьмешь? Ну, они за крещение, за все деньги берут. Это уже патриарх Алексей Второй говорил. Симония. Симония – это смертный грех. Да, да, да. Я тоже считаю вот это слишком... Деньги, деньги, деньги. Это не витопо. Ладно, вам удачи. Мы пришли сюда на ролик, чтобы людям рассказать о Христе, потому что тут Содом и Гоморру устроили. А, да, да. Я согласен с Богом. Если у вас желание будет найти нас ресурс, у нас большой YouTube-канал. Называется «Во свете Библии». Хорошо, хорошо. Спасибо. Игнатий Лапкин «Во свете Библии». Там 14 800 роликов. Хорошо, спасибо. До свидания. Мне не видно, у вас просто контур один, идет темнота. А свет нельзя сделать, чтобы вот так, во, маленько хоть видно. Спрашивает, зачем сюда пришли. Мы пришли людям рассказать о воле Божией. Что если люди не будут исполнять волю Божию, написанную здесь, и грешить. Господь выжжет это все огнем. Что-то я сомневаюсь в этом. У вас микрофон где-то далеко. Микрофон где-то далеко. Да, у меня хорошо все. Ну, у вас очень плохо слышно. У вас очень плохо слышно. Я хорошо слышу. Ну, это хорошо выдох. Обо мне побеспокойтесь, чтобы я вас слышал. Ну, я почему должен переживать-то об вас? Ну, поближе маленько к микрофону и хорошо будет. Я говорю, я почему об вас должен переживать? Сейчас осталась неделя одна до Пасхи. Осталась неделя одна до Пасхи. Пасха будет. Что? Ну, как что? В храм сходить? Душу порадовать? Ну, нихуя. Так, вы только без руганий. Без руганий, чтобы ни одного слова, чтобы руганий не было. Ни одного слова ругательного. Можете? Чтобы не ругаться, ни одного слова не говорить. Вот так. Мы сюда пришли людям возвестить волю Божию, которая изречена в этой книге. Мы прославляем Бога. Говорим людям, чтобы не грешили. Говорим, откуда взята книга вот такой закон Божий. Я есть Бог. Кто вы? Бог. Язычник? Почему? Я Бог. Бог? Только смертный Бог. Есть такие в Библии? Нет. А с чего это вас так повредило-то? Упали головой где-то ударились или как? Почему нет? Ну а с чего ради ты решил, что не умрешь-то? Умрешь? Нет. Не умрешь, да? Нет. Это у меня племянник маленький, лет 8 было. Я не умру, не умру. А полез на пешку на русскую и упал сразу. И заплакал. Ну, так я же на русскую пешку не забываюсь. Вот один будет правитель над всем миром, еврей, в Иерусалиме. И он будет выдавать себя за Бога. Вторая книга Фейссо-Никистов, вторая глава, четвертый стих. Он говорит, я Бог. И будет чудеса огонь с неба сводить, мертвых воскрешать. Призрачный. Я Бог. Ну, это понятно, понятно. Временный, конечно. Нет. Временный, временный. Постоянный. А если постоянно, значит, рехнулся мужик где-то. Видно, бабы совсем мозги отняли. От женского запаха, от женского юбочного запаха мозги исчезли. Нет, ну, конечно, прекрасно. Бог. Боборду-то обрил, Бог, без бороды-то. На женщину похожий. Ну, вот и Бог. А Богов... Бобок без бороды не бывает. Всегда с бородой рисуется. Бывает. Ну, ладно, 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 мужик. Оставайся. У вас владение-то какое? Один живешь, наверное, бабы-то нету? Я тебя прокляну. Вот все сейчас одевается. Не поймешь, то ли парень, то ли девка. Близок Господь к тебе. Призови его, Господь говорит, и я спасу тебя. Надо в Бога верить. Надо тело прикрыть. За 1300 лет ни одна мусульманка вот так себя не выставляла, что тело свое на продажу. А что тело-то? Корм червям. Тут еще и нету. Два дня пройдет, умрет, и одно зловоние пойдет только. Тело надо прикрывать, чтобы не было видно ни сантиметра. А это... Да никто ценить это не будет. Он понимает, что скажет, это что такое, назовет нехорошим словом. Вам зачем это? Господь призывает жить в святости, в соломудрии, в стыдливости. А это тело, что оно тело? И вот к ней оно развалится. Оно болеет, страдает, умирает, черви его грызут. А человек воображает кого-то прельстить. А что тело-то? Это вонь одна. Ладно, ищите Бога, пока можно. Такую книгу-то имели? Считали когда-нибудь? Еще нету. Ох ты молодец какая! Точно угадала? Точно. Серьезно? А другие не могут отгадать. А вы сразу отгадали. Вот видите, как вам... Вот. Мы говорим о Боге, о вечности, чтобы люди жили целомудренно. А тут всякая паха сделается на рулетке. Безобразие просто страшное. Я знаю, я смотрю меня вот тоже, где-то. Мы им говорим, что делающие такие дела достойны смерти. Суд Божий будет. И такие люди будут разлучены со светом. Во тьме будут гореть в огне. Да. А вы сейчас где находитесь? Что-то не расслышал, плохо слышал. Поближе. Вы сейчас где находитесь? Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Это дома у вас так? Да. А вы можете зайти на наш YouTube, если поинтересуетесь. Большой очень YouTube у нас. YouTube «Во свете Библии» называется. Канал. Как еще раз? «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Набери. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это мое фамилия, имя. Вот посмотрите. У нас 14... Нашла, нашла. 14 тысяч 800 роликов у нас. Нашла, нашла. А если вы зайдете через Google и во свете Библии поставьте сайт, уже не YouTube, а сайт. Там огромный-огромный материал. Там 38 моих книг, которые вышли из печати. А у нас фильмы снятые. Притом первое место на международном киноконкурсе. 50 книг аудио моим голосом там насчитаны. И Библия, и Архипелаг, и ГУЛАГ. «Во свете Библии» сайт. Что? «Через Google зайдите. Через Google или Яндекс. Разве, если нет. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин сайт. Сайт. Ага. Зашла. Ну и смотри, там иконы видно? Да. О, себе сохраните. Там огромный-огромный материал. Просто огромный. Хорошо. Вот. А если у вас будет желание побеседовать когда-нибудь, вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Но только чтобы своя фотография была и без очков темных. Хорошо. Обязательно. Вот так. Ну что? К Пасхе готовьтесь. Отдохните. Сходите там в священник. Благословитесь. Сейчас пост идет. Да благословит вас Господь. Береги себя. Никому на дом не заходи. К себе никого не води. Народ злой. Без матери ни шагу никуда. Конечно. Ладно. Да. С Богом. Что с вами? Как дела у вас? Да дела у верующих всегда хорошо, когда они Христу доверяются. Живут в Боге. Никого не обижают. Ждут Пасху Христову через неделю. Это хорошо. Конечно. Куда лучше-то? В доме мир, друзей много, врагов много. За все Бога благодарим. Вы верите, да, Бога? Да, мы верим, что Господь Христос умер за наши грехи и вознесся. Здорово, Батя. Слава Иисусу Христу. Что надо отвечать? Слава, слава, слава. А вы знаете? Я хочу, я рассказываю как. Я знаю, дедушка. Я 56 лет держу Библию в руках. Это место, вот где находимся, сейчас рулетка. Это Содом и Гаморра. Здесь мужеложество, здесь сионанизм, здесь всякое прелюбодеяние идет. И мы пришли сюда, чтобы людям сказать, что за это ожидает огонь вечный с сатаной вместе, с Люципером. Вы верите в ад и в рай? Конечно, это верят. 2 миллиарда мусульман верят, 2 миллиарда 200 миллионов христиан в это верят. И буддисты верят в это, они верят только преступники. Как философ Монтень говорит, перед гробом ближнего и под звездным небом отрицать Бога может только явный преступник или идиот. А закон сансары? Так, что нужно еще? Закон сансары? Ну еще, какой закон? Закон один в Библии, другого нет закона, закон любви. Сансары. Только не ругайте, чтобы ни одного слова плохого не говорите. Нет, нет, я вам сейчас напишу в чате. Напишите, а вы зайдите на наш YouTube, называется «Во свете Библии». Канал, огромный канал, 14 800 роликов. Я вам написал закон? А я знаю сансары, не знаю даже, не слыхал такого. Это получается перерождение человека в другое тело. Но это рееркарнация. Это у индийцев, это их философия. Рееркарнация. Перевоплощение – это обман. Написано, всем нам надлежит уверовать во Христа. Однажды умереть. Однажды. Это 9.28 послание к евреям апостола Павла. Вас учить заставляют или что? Да. Да? Конечно. А вот как вы поняли, что ваш путь, он и есть Божий путь? Ну, как сказать. Я знал, что Бог есть. Я знал с трех лет примерно уже сознательно. Но только после армии, в 23 года, мне в руки попала Библия. Дали мне. И я покаялся. И началась новая жизнь. С тюрьмами, со ссылками, с лагерями. А вот, получается... А он вам помогал, Бог-то? Он помогает. И сейчас вот помог. Я сказал, чтобы вышел человек хороший. Чтобы побеседовать, рассказать о Боге. Я все вам буду рассказывать. А вы зайдите на наш сайт. Называется «Во свете Библии» через Google. Не YouTube, а сайт. И там на первой странице такая книга называется «Для слова Божия нет уз». Это про меня написанная книга. Это большая, 752 страницы. И там как раз об этом говорится. Как я уверовал, как суд шел, как я в лагере был. Как меня 26 лет мучили. А вы за что в лагере сидели? За слово Божие. За то, что распространял религиозную литературу. И первую в стране распространил архипелаг ГУЛАГ, насчитал Солженицына. И брал интервью репрессированных. Там все есть. Фотографии, документы, номер. Все указано. Там 38 моих книг, которые я студентам отвечал вопросы в университетах. Три радиопрограммы вел, множество вопросов. И все это отображено в книгах. 38 томов. А экзорцизм вы делали хоть раз? Что делать? Экзорцизм. Баптизм? Экзорцизм. Экзорцизм? Да это все обман. Если Бог дает, значит, тогда только сатана попятится. А так на себя человек возьмет, как сыновец Кевы. И побежали голые. Семь братьев. А вот вы видели Бога? Бога никто никогда не видел. И видеть не может, чтобы не умереть. Мы не видели ни разу. Пушкина не видели. Наполеона не видели. Суворова не видели. Но мы верим, что они были. По делам определяем. Вот вы, интересно, как вот разговаривают и едят, и пьют. Никогда раньше я такого не видал. Вот как... Я еще пиво пью-то. Эээ, это потому что дух блуда сжигает все в человеке. Дух блуда. Да. Так.